Я готов выслушать вашу просьбу и по возможности ее порешать. Почему? Потому что вы являетесь элитой нашего города, вы являетесь гордостью нашего города. И поэтому вас мы должны всегда чтить, уважать и относиться с глубоким уважением к вашей работе. Очередное заседание Совета почетных граждан Артема приветственным словом открыл Александр Авдеев. Глава округа подчеркнул важность таких собраний и заверил участников, что готов оказывать любую посильную помощь в решении городских проблем. Главный вопрос повестки заседания коснулся подростковой преступности на территории округа. Перед почетными гражданами с докладом выступила заместитель главы Наталья Волкова. Она отметила, что за последние 10 лет уровень подростковой преступности значительно снизился. Так, еще в 2006 несовершеннолетние совершали порядка 250 преступлений в год. На сегодняшний день цифра намного скромнее – лишь 46. Участники заседания обсудили итоги профилактической работы с так называемой группой риска и подытожили, что основная проблема – невозможность воздействия на родителей трудных подростков. Далеко не все мамы и папы уделяют должное внимание детям, а некоторые и вовсе уклоняются от исполнения родительских обязанностей. Почему именно этот вопрос рассматривается на уровне почетных граждан и жителей города Артема? Только будем так говорить. Почетный гражданин города Артема – это гражданин, который достоин этого звания, и поэтому это пример для подражания. Поэтому даже просто беседа с любым из тех людей, кто ведет асоциальный образ жизни, я думаю, будет определенно приносить положительные результаты. Поэтому сегодня было и озвучено, что надо объединяться и объединять и почетных граждан города Артема, и объединять ветеранов и совместными усилиями пытаться вернуть к нормальной жизни тех подростков, которые сейчас ведут асоциальный образ жизни. В обсуждении новых форм работы с проблемной молодежью принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации от Приморского края Владимир Новиков. Также в рамках заседания почетные граждане утвердили план работы на будущий год и избрали нового председателя. Им стала начальник управления образования администрации округа Людмила Колпакова. Полина Еремина, Денис Болтов, Светлана Нурик, Городские новости.